Музей 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 Да, еще одно не только благодаря, не только благодаря месторасположению, это главный исторический музей, поскольку он находится на Красной площади, в самом центре столицы нашей Родины. Так вот, не только всем этим многочисленным благодаря, но и тому, как работает сам музей, как работает его коллектив. Приведу цифры такие. У нас на сегодняшний день музей посещает свыше 1 миллиона 100 тысяч человек в год, там что-то 1 миллион 150, 1 миллион 140 тысяч. С одной стороны, можно было бы сказать, что достигнут предельный рост посещаемости, там есть статистика за последние годы, там десятки тысяч, на десятки тысяч посещений идет увеличение. Но Государственный исторический музей не такой. Он не говорит, что достигнута предельная антропогенная нагрузка, как принято сейчас говорить, и ищет новые формы и методы работы. И в том числе, в рамках предстоящего 150-летия Государственного исторического музея, самим музеем была озвучена мысль и поддержана Министерством культуры по созданию музейного квартала рядом с Государственным историческим музеем, по возможности переноса части неиспользуемых в научном обороте, точнее не в научном обороте, а в экспозиционном, наверное, обороте, части предметов музейного фонда в фондохранилище, которое планируется к строительству в Новой Москве. И сейчас мы готовим соответствующее заключение правительства Российской Федерации в соответствии с поручением президента. Музей выходит за пределы не только Садового и Кольцевой автодороги, он активно работает в регионах. Приятно озвучить, это уже было озвучено и на заседании Оркомитета, что музей создает свой филиал в Туле в рамках другого юбилея, 500-летия Тульского Кремля, и ведет достаточно активную работу вместе с своими коллегами, партнерами, в частности Тульским музеем оружия, по созданию этого филиала. То есть жизнь в хорошем смысле этого слова в музее кипит, есть конкретные и ощутимые финансы, в том числе показатели этой работы, есть устойчивый рост внебюджетных доходов, который укладывается в общероссийскую картину развития музейной отрасли и который ей полностью соответствует. Я напомню, что внебюджетные доходы музеев, только федеральных музеев с 2012 года по сегодняшний день увеличились в 2,5 раза. Такая же тенденция и у Государственного исторического музея наблюдается. Это все, конечно, не может не радовать.